Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня наш третий урок. И напомню, что на предыдущих занятиях мы прошли такие уроки, как подушка безопасности и как системный подход в финансовых инструментах инвестирования. Сегодня мы поговорим о ресурсном состоянии, как его формировать и какие инструменты нужно для этого применять, для того, чтобы сформировать правильное финансовое мышление. Помимо тренингов и вебинаров, которые вы все можете слышать, посещать, прочее, 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 в том числе смотреть мои видеообзоры, также я вам хочу порекомендовать сегодня о простых, достаточно понятных правилах, которые я рекомендую вам ввести в свою жизнь. Это чтение правильной литературы. И первое, о чем мы, вы, наверное, догадываетесь, о чем я вам скажу, с чего стоит начинать, что поменяло мою жизнь, так же, как и многих инвесторов в России. Это книга, вы, наверное, догадались, «Богатый папа, бедный папа» от Роберта Киосаки. Это первое, что я рекомендую вам прочитать. О чем же самое главное расскажет вам Киосаки? Первое, что здесь достаточно просто и емко показано все движения финансовых средств, в каких положениях вы сейчас находитесь, вы сможете определить, в каком состоянии благосостояния вы находитесь. Вы сможете понять, как можно посчитать свой финансовый отчет, как формировать свой начальный балансовый отчет, почему это необходимо делать, что такое активы и пассивы. Все в этой книге наглядным путем от простого к сложному описано. В принципе, особо никакой воды нету, все понятно, все расписано. Есть даже тестовые задания, которые вы можете выполнять, ставить себе пометки. Вот, например, есть, видите, что такое финансовые отчеты, прочее, прочее. Вот есть даже такие строки для заметок. Вот, очень полезная книга. Я бы сказал, это начало пути. Следующая, следующая книга, это тоже Роберт Киосаки «Квадрант денежного потока». Что здесь самое главное? Здесь, в принципе, достаточно просто сквозь книгу проходит вот этот алгоритм квадранта. Вот, он звучит как R, S, B и I. То есть, соответственно, это, ну, можно сказать простыми словами, это работа в найме, самозанятость, это когда у тебя свой бизнес и когда ты инвестор. Вот, то есть, самое, это и делится этот квадрант на левую и правую сторону блоками. Вот, соответственно, в этой книге все прописано, расписано, как вы можете получать какой-либо опыт, к чему он ведет, и какие пути достижения цели вас приведут к финансовой свободе. Также, есть прекрасная книга от Роберта Аллена. Вот, она выглядит вот так. Это «Множественные источники дохода». Здесь расписаны варианты, как вы можете улучшить свое финансовое благосостояние. Здесь есть различные пирамиды финансового благосостояния, как к ним прийти. Вот. Здесь очень много отчетов по фондовой бирже, по росту фондовой биржи. Какие индексы, какие фонды, какие паевые фонды, что лучше выбирать, что такое хедж-фонды. Вот. В общем, эта книга очень классная, она достаточно емкая. Рекомендую ее к прочтению. Далее, для тех, кто уже более глубоко начинает увлекаться инвестированием, я рекомендую книгу Бенджамена Грэма «Разумный инвестор». Здесь очень подробно расписывается про все, что включает в себя понятие инвестирования. Здесь очень много всяких вот таких вот будет наглядных графиков, как в них разбираться, что они говорят, какие были пики, какие были спады в мировой экономике, как прошла Великая Депрессия, чему она нас научила. Все это очень важно. Вот. И еще очень простая книга, с которой я все-таки рекомендую начать, с которой я начинал сам. Это «Бода Шефер. Путь к финансовой свободе». Очень-очень все подробно, вот, очень все емко. Никакой воды. Вот. Здесь можно проставлять свои цифры. Вот. С ней можно заниматься, как, вот я делаю, например, в книгах пометки, да, для того, чтобы к ним вернуться. Здесь можно проставлять свои финансовые цели. Вот. Соответственно, здесь расписаны, видите, таблицы процентного роста, как, например, при грамотном инвестировании ваш капитал может расти. Вот. Вот эти вот пять книг на начальном этапе, все-таки, вот, наверное, даже Бенджамин Грэм и множественные источники дохода я бы оставил чуть-чуть назад. А в начальном этапе я бы рекомендовал вам вот все-таки вот эти три книги. Это те книги, которые у вас сформируют правильное финансовое и бизнес мышление. После этих книг я вам, конечно, может быть, не всем смогу гарантировать, но как минимум 80% людей, которые освоят правильно этот материал, смогут грамотно начать инвестировать, думая уже своим разумным мышлением и усвоенным материалом, применяя, точнее, усвоенный материал на практике. И также эти книги вам могут помочь, например, расширить свои горизонты инвестирования или расширить свои горизонты мышления, например, в вашем бизнесе или в вашей работе даже по найму. И вы будете, я уверяю вас, совершенно по-другому мыслить, совершенно по-другому подходить к своему труду, к своей жизни и к своему окружению. Это как минимум. На этом я заканчиваю свой достаточно ёмкий, наверное, информативный урок в плане важных материалов. И я вам рекомендую всё-таки начать прокачивать своё мышление именно со знаний. То есть разобраться, что такое квадрант денежного потока, почему он работает, как он работает, в какой стадии вы сейчас находитесь, что такое финансовый отчёт, что такое финансовый баланс. Ведь вы, если разобраться, живя даже в своей семье, вы относитесь к модели экономики определённой. То есть даже ваша семья – это экономическая модель. И если вы правильно научитесь распоряжаться своими средствами, то вы станете более благосостоятельными. Вы сможете больше себе позволить путешествовать, больше жить так, как вы хотите. Больше сможете позволить себе развлечений. Больше у вас будет свободного времени. Я вас в этом уверяю. Это так и есть. Спасибо. Подписывайтесь. Ставьте колокольчик. Нажимайте колокольчик. Ставьте лайк, точнее. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok